Добрый день, дорогие коллеги! Треть нашей жизни мы проводим во сне, поэтому сегодня мы поговорим о расстройстве сна, о синдроме сонного апноэ и о том, как это может отразиться в анализах крови. Что такое синдром сонного апноэ? Это нарушение дыхания во сне в виде эпизодов прекращения или снижения дыхательного потока. Распространенность популяции до 4 процентов. В основном это люди возрастные, которые чаще обращаются за медицинской помощью. Чаще всего они жалуются на пробуждение с ощущением задержки дыхания и нехватки воздуха, пробуждение чувства удушья. Окружающие обращают внимание на постоянный храп и на эпизоды остановки дыхания во сне, когда еще минуту назад пациент храпел так, что занавески качались, а потом вдруг наступает пугающая тишина на одну-две минуты. Но и закономерно пациенты жалуются на неосвежающий сон, на дневную сонливость, на чувство усталости и разбитости в течение дня. Но одно из самых опасных проявлений – это то, что пациент начинает в прямом смысле слова засыпать на ходу. Возникает запредельное торможение, о котором нам с вами на втором курсе на физиологии рассказывали. И самое опасное, если пациент заснет, например, за рулем или если заснет во время выполнения какой-то другой потенциально травматичной работы. Это может привести к непоправимым последствиям. Закономерно синдром сонного апноя вызывает небольшую гипоксию, поэтому у таких пациентов бывает эритроцитоз. Однако, несмотря на то, что гематокрит у них достоверно выше, чем у больных без синдрома сонного апноя, но все же крайне редко он выходит за пределы нормальных значений. Диагностирует заболевание с помощью специальной полисомнографии, когда пациенту просят провести ночь в центре, где занимаются этими заболеваниями, и во время сна измеряет показатели работы головного мозга, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В лечении наиболее доступным сейчас является СИПАП-терапия. Как видим, это специальная маска, которую пациенту одевают перед сном, и специальный аппарат контролирует то, как он дышит. Выглядит пугающе, однако пациенты отмечают, что уже с первых же пробуждений они чувствуют значительное улучшение, прилив силы энергии, и в эти минуты, в эти дни они самые счастливые люди на планете, поскольку они опять начинают привыкать к блаженному чувству отдыха. Переходим к клиническому наблюдению. На прием обратился мужчина, 56 лет, коморбидный, с небольшим ожирением, с гипертонической болезнью. Но к врачу он обратился как раз по поводу того, что стал засыпать за рулем. Как он рассказывал, я еду и вдруг смотрю, на меня со страшной скоростью несется забор, я еле успел затормозить. Доктор отправил его, в том числе и к сомнологам, но в анализах крови у него обнаружился демоглобин 170 грамм на литр, поэтому пациент обратился к гематологу тоже. Небольшой эритроцитоз есть, поэтому мы сделали минимальный скейнинг и не обнаружили мутации JAK2V617F, результат отрицательный. Эритропоэтин крови на верхней границе с пленами галии тоже не было, поэтому, конечно, хроническое мило пролиферативное новообразование оказалось под большим-большим вопросом. Скорее всего, у пациента присутствовал вторичный эритроцитоз за счет хронической гипоксии. В то время он уже начал СИПАП-терапию и сам пациент отметил, что в первые же дни он почувствовал прилив силы энергии, но и через месяц в повторном анализе крови в виде маклобин тоже нормализовался. Таким образом, у представленного пациента эритроцитоз оказался следствием хронической ночной гипоксии на фоне синдрома сонного апноэ, а нормализации сна привело к норме и концентрации гемоглобина. Спасибо большое вам за внимание, если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо. Спасибо.